здравствуйте друзья утренний вопросик у нас здравствуйте михаил и светлана позвольте выразить признательность за вашу просветительскую деятельность а в чем разговор значит благодарю вас от тысяч благодарна внимающих вам молчунов так в кавычках он то есть он редко пишет я бы прошу высказать свое мнение по двум важным для меня вопросом пошли на что может рассчитывать прибывший по green карте в сша специалист по менеджменту интернет-проектов с уровнем английского upper intermediate пока 2 на развитие каких навыков следует мне сосредоточиться до иммиграции чтобы иметь хорошие шансы быть востребованным специалистом в сфере создания и развития интернет-проектов сша вот буквально такие два хорошие вопроса значит отправляемся в путь и будем беседовать надо сказать и друзья что то ли от того что я давно так сказать оторвался от реалии там языковых в частности там советского постсоветского пространства я не знаю но бывает некоторые формулировки такие обороты речевые которые меня ставят немножко в тупик вот допустим формулировка на что я могу рассчитывать ставит меня в тупик вот это одна из этих потому что ни на что не можешь ну вот ответ такой как бы грустный и не хочется давать грустных ответов но ответ такой что нет ни на что конкретно и то есть он наверно хочет узнать вот например там как быстро найдет работу и на какие деньги но этого ответа нет потому что все упирается в него профессия востребована правда есть полно интернет-проектов ими надо управлять но но кто же знает это от профессии там самых разных идут такие вопросы то есть там говорит вот я там я не слесарь токарь программист специалистом по логистике и там еще что-то на что я могу рассчитывать и я я думаю что может быть я просто как-то вот оторвался от реалии что вопрос наверное нормальный это просто меня лично в тупик ставит я когда это слышу вот мне делается неудобно значит на что ты можешь рассчитывать любой да вот из нас вот меня включая меня когда ты едешь соединенные штаты ты можешь рассчитывать что тебе никто не будет мешать быть тем кто ты есть кем ты хочешь быть реализовать свой потенциал и тогда вот ты можешь рассчитывать что у тебя будет полная свобода действий твоих собственных действий ты не получишь бесплатные квартиры от государства которые мечтают чтобы туда приехал жить ты не получишь там ежемесячного содержания там не на там 5000 долларов потому что эта страна без тебя обойтись не может и готовить оплатить лишь бы ты там жил и даже не работал поймете вот этих всех вещей там не будет но что будет будет возможность самореализоваться тут еще одна возможность есть это отдельное видео меня на сегодня припасено я сейчас еду на appointment к эндокринологу своему поэтому я такой покороче сюжет вот а потом уже я от него поеду в офис и там будет больше времени так вот расскажу о второй возможности которые есть в америке я назову этот сюжет но есть и другая америка вот а другой америке в другом сюжете здесь что мы можем сказать ты можешь рассчитывать на себя вот в той мере в какой ты на себя можешь рассчитывать в этой мере ты в порядке если ты на себя рассчитывать не можешь то ты не в порядке и как бы одна из аксиом иммиграции если мы говорим про иммиграцию состоит в том что у тебя могут очень быть амбициозные планы но они не обязательно должны осуществляться вот в течение там скажем недели или месяца вот представьте себе что вы живете там там где вы живете я не знаю там где ну допустим вы живете в астрахань и вы решили из астрахани поехать в москву то есть вас нет проблем с языком хотя может быть у вас акцент какой-то я не знаю в астрахани есть акцент допустим у вас есть акцент допустим вы азербайджанец а живете в астрахани гражданин российской федерации говорите с азербайджанским акцент например и вы спрашиваете себя вот я поеду в москву на что я могу рассчитывать так тот же самый ответ на себя ты можешь рассчитывать на себя вот и это самый простой и и правдивый реально правдивый ответ значит теперь у нас выясняется что у менеджера интернет-проектов не идеальный английский да то есть скажем мягко говоря что-то написано с уровнем английского apart intermediate то есть такой из средненького значит как бы получше вторая часть вопроса была на что внимание обратить на с моей точки зрения да с моей колокольни значит вы должны обратить внимание на английский чтобы он не был upper intermediate а чтобы он был как можно более свободным первое второе вы как человек работающий в какой-то профессии должны знать свою профессию должны пользоваться какими-то ресурсами где есть информация по этой профессии но самое простое вы можете пойти посмотреть например объявление о найме менеджеров интернет-проектов вот и посмотреть какие к ним требования предъявляются поэтому я как человек который никогда не участвовал ни с какой стороны тем более последние там годы в таких проектах я сказать точно не могу и и даже приблизительно не могу хотя у меня как бы есть некоторое такое субъективное представление о том что такое менеджмент и я с трудом себе могу представить чтобы иностранцам взяли менеджером в соединенных штатах на менеджерскую позицию без того чтобы он поработал в соединенных штатах до этого он мог вместо работы в соединенных штатах поработать каких-то международных проектах он мог где-нибудь в англии там участвовать в каком-то проекте там я не знаю где много стран то есть это возможно это не вопрос вот но если он приезжает из страны ну скажем так достаточно изолированной в общем то вот остальной части человечества и английский у него не блеск там и и он никогда не участвовал международных проектах все-таки менеджмент это не не просто вопрос организации чего-то а это еще вопрос отношений уже всякая организация строится на отношениях там же люди живые даже не то что он там кубики переставлял поэтому навыки работы с людьми в определенной культуре да и их нельзя приобрести там читая книжку или говорят так я в другой стране то же самое делал там мы и так далее поэтому то есть если в теории это возможно то на практике я это себе с трудом представляю поэтому если хочется быть менеджером интернет-проектов значит ты спрашиваешь себя если сразу меня не возьмут на менеджерскую позицию на какую другую позицию я бы пошел в интернет проекте да где например я не менеджера что-то еще делаю другое тогда вам будет проще вы войдете как бы вот в эту культуру и уже внутри там будете развиваться если вы менеджер как бы по сути своей да если вы человек который организует администрирует и так далее вы не минуемы им будете снова но не обязательно чтобы это было сразу поэтому если подумать на тему о том как заранее соломку подстелите к чему подготовиться значит первое это английский второе это спросить себя что еще я могу делать кроме того чтобы быть менеджером и вот может быть целится вот вот в эту часть сразу по приезду с тем чтобы не как сказать не разочароваться и еще раз я не говорю о том что это абсолютно то что я говорю о тенденции вот как тенденцию я я вижу вот так а как у вас расклад ляжет может у вас знакомый какой то есть он вас давно ждет и он сразу вас раз на менеджеры поставит или вы пойдете в ресторан там с кем-то задним столиком сядете а он как раз искал менеджера интернет-проектов и и так что а какой язык там это не так важно или может быть вообще русская компания какая-то там можно и без английского но я не знаю я фантазирую так на ходу но все бывает все бывает но если мы хотим подготовиться то мы смотрим над на тренд такой да и вот как бы с моей точки зрения человека который там 26 лет живет сша значит вот я я бы так сформулировать и три еще раз то есть я повторю три основных позиции напираем на английский раз смотрим посерьезно мы смотрим что еще мы могли бы делать если это не менеджер потому что на менеджеры как-то может оказаться долгий поиск и не успешные и так далее гораздо правильно начать работать кем-то а потом уже дальше двигаться я так что и третье так сбился сейчас да не стремимся с первого с первого дня оказаться там где мы хотим оказаться через некоторое время то есть иммиграция это процесс во времени вытянутый такой продленный и совершенно не обязательно что через десять лет допустим в следующем году вы стали менеджером проектов это не значит что вы через десять лет тоже захотите оставаться менеджером проектов может быть вас вынесет вообще неизвестно куда это процесс дайте дайте ему произойти так сказать не не мешайте вот собственно и все так что я менеджеру проектов желаю успехов на этом пути если как бы то что я сказал каким-то образом ему даст вот тот вектор которого не хватало я буду очень рад а не даст значит не даст может быть я не совсем правильный чек которому такие вопросы надо задавать счастливо